Острого дня, господа нажиманы, с вами снова Алексей Пономарев и ножевая колонка Knife News. DBF Knives сделал этот нож, но речь вообще не про изготовителя ножа, а про гравера, который этот нож вот так раскрасил. Если я правильно прочитал, то зовут его Педро Виларибо. Видимо, он оттуда, где Виларибо и Вилабаджо до сих пор моют подносы. И это не мешает ему быть одним из самых крутых граверов в мире. В этом ноже использовано огромное количество интересных техник гравировки, всечки и инкрустирования. И это полностью индейский супер нож. Лицевая сторона посвящена мужской стороне. То есть там индеец с луком в руках, с золотыми перьями. Они реально золотые, это просто не краска, это всечка золота внутрь в титан. На переднем же фоне находится медведь, на которого этот самый индейец охотится. Ну и конечно горы, в которых он на этого медведя бедолагу и охотится. Лицевая сторона про мужское начало, про добытчика, про индейца мужского полу. А вот со стороны фрейма полностью все про дом, про очаг, про женщину, она же индианка. И снова все это золото, медь, инкрустация. Полностью все это портретно вырисовано, выгравировано и инкрустировано. Над ней возвышается домашний тотем, который бережет дом. В середине композиции находятся типи или вигвам, или еще как-то, поправляйте меня в комментариях. А внизу уже вроде как нормальная домашняя собака. Одна сторона вся про дом, вторая сторона про охоту и вольный отдых от этого самого дома. Ну а нож что нож? Ну флипер как флипер с порошком, с титаном, с небольшой рекурвой, с довольно толстым клинком и спусками выше середины. Модель? Ну как модель. А вот как произведение искусства, граверного искусства, да и в принципе изобразительного, уже даже, наверное, скульптурного. Очень-очень круто. Если все-таки этот Педро нифига не Вилариба, пишите в комментах. Интересный флипер от Игоря Олейникова, сделанный в очень оружейной технике. С одной стороны, это вроде как современный флипер с сатинированным вручную клинком, с порошком на этом клинке, с нормальным плавником. Титановой рукоятью, одноточечной клипсой, которая сидит на одном винту для того, чтобы она не крутилась. Там посадочное место еще выкопано в этой титановой плашке. Но главное, конечно же, здесь граверная работа в старом оружейном стиле. Если вы возьмете любой дорогой ствол для охоты или даже для спортинга, вы всегда увидите именно эти растительные вензеля на металлических деталях хорошего дорогого ружья. Ну, конечно, в первую очередь двустволок, трехстволок, вертикалок и так далее. Здесь все эти вензеля очень круто подогнаны, отличное чернение внутри сделано. И вот в оружейную же тему закопана моя любимая оружейная насечка. Когда я говорю про нее, всегда вспоминаю свой самсон и кайфую от того, что она на нем тоже присутствует. Здесь эта насечка находится вдоль подпальцевой выемки. Вообще весь нож собран таким образом, что он вроде как складывается весь в ноль, но вот эта небольшая арка, в которую садится указательный средний палец при удержании ножа в открытом положении, вот именно в этом месте эта оружейная насечка и нанесена. Подозреваю, что все-таки насечку ЧПУшили, но то, что вот гравировка сделана именно таким образом, вручную, в рукопашную и в оружейной технике, это 100%. Фрейм, понятное дело, с сухарем, мы это видим прямо на фотографиях. И, в принципе, призываю всех последить за творчеством данного мастера, потому что это очень высокий класс. Давненько не видел такого, чтобы прям настолько чисто делали складной флиппер, чтобы он был и лаконичный, и вот такой вот весь в вензелях. Джокер Найвс, на удивление, не зарубежный мастер, а вполне наш российский. Хоть и в соцсетях мастера называют «смокбелью». Все, что-то все прячутся вот таким образом, но ножи получаются замечательные. Вроде, казалось бы, простой скелетник, но чем-то он цепляет. Наверное, ровно вот своей простотой. Высокий спуск, ну как высокий, чуть выше середины. Вполне себе не додулько не дочоил, но точить, в принципе, удобно. Облегчение рукояти, обычные круглые отверстия, возможно, просто насверленные, хотя, скорее всего, они просто раззенкованы потом. Надеюсь, все-таки на вырезке там гидрорезом или лазером изначально эти отверстия закладывались. Нож, на самом деле, не так прост, как выглядит, потому что сделан он из ВГ-10 в термичке Бурова, а ВГ-10 буровская получается 62 единицы. Это немножко другая ВГ-10, чем та, к которой мы привыкли. Очень-очень достойно получилось. Ножны у него кайдексовые, и от комплекта к комплекту могут появляться разные клипсы. Иногда просто обычная клипса, иногда ультиклип. Нож называется Домовой М. И плюс к тому, какая-то мелкая серия домовят вот этих дедушек АУ у него тоже присутствует. Не знаю уж, идут они в комплект к этим ножам или продаются отдельно. Узнавайте сами. В социальной сети ВКонтакте Мастер присутствует. Ссылка на него будет под этим видео. Друг Ножиман, не забывай подписываться на мой канал, клавиша подписаться и колокольчик, и приходи в группу ВКонтакте vk.com. У нас интересно, весело, оригинальный контент и огромные полотнища комментов. У нас интересно, доброжелательно, классно и абсолютно все про ножи. vk.com. Подписывайся. Еще один российский мастер, но уже под именем MST Knives, выложил не так давно яркий ножичек, который мне напомнил почему-то якута. Но, с другой стороны, почему-почему-то напомнил. Потому что такие долы или долы мы видели с вами исключительно на якутах. Но здесь он не кованый, а какой-то мелкогрызенный мелкими шарошками с вот этой мелкой фактурой. Буквально как будто термиты погрызли. Очень яркая рукоятка, к сожалению, не выяснил, что за материал такой яркий. Если знаете, пишите, пожалуйста, в комментариях. У ножа присутствует окно для открывания, ну как еще назвать это отверстие в клинке, и темлячное отверстие тоже в наличии. Если посмотреть нож с титановой стороны, там, где находится клипса и, собственно, фрейм, то это вполне обычный нож. Смотришь, вообще ничего глаз не цепляет, точнее сказать, не удивляет. Просто видишь классную работу. Вроде обычный клинок, вроде крупный фальш, да, спуски чуть выше середины. Да, он такой весь из себя титановый с фреймом. Переворачиваешь на другую сторону, ярко-желтый и якутская сторона. Опять же, якутская сторона абсолютно гладкая, если ее на стол положить. Получается, что там ровно треугольник в сечении, и он вполне себе такой для колющих задач ножичек. Клипса у этого ножа крепится на две точки, то есть двухвинтовая последовательно, и имеет довольно острый хвостик. Есть индивидуумы, которые как-то вот так отгибают клипсы, чтобы сажать на карман. Вот таким, видимо, будет неудобно. Но, в принципе, я знаю, что за этими ножами вполне себе охотятся, несмотря на их высокий ценник. Я помониторил немножко, в принципе, на MST Knives, на все его кастомы. Ну, средний ценник розничный, чуть больше 100 тысяч рублей. 110-115. Но никогда ничего нет в наличии, и всегда все продано. И снова про бусины. Сегодня про техносильвер. Да, что про них рассказывать, просто подразнюсь картинками. Расскажу о том, что это крутой производитель, интересно делает, много хороших, прям интересных идей, новаторских идей. И самое главное, что они регулярно выполняют свои бусины во всяких разных металлах. В одной бусине, обычно это называется биметаллическая бусина. То есть, там, медная шапка, серебряная морда. Вот у этих бывает три единства, и четырех пиксель, и что там только не бывает. До пяти металлов в одной единице. Плюс жемчуга вкрячивают. У меня у самого две бусины от них. Один, многие знают эту бусину, это перчик, который там с белыми глазами. И тоже биметалл, триметалл. Второй, самый, наверное, самый древний их большой череп. Производитель. Интересный, классный, относительно недорогой. Прям вот доступный. И, конечно же, самое важное, на него есть прямая ссылка. Буду стараться в новостях, хотя бы через выпуск, через два, подкидывать вам интересных бусиноделов. Бусоделов, наверное, это правильно произносится. Для того, чтобы вы могли украшать свои ножи, которые уже напокупали. Ножей много, бусин мало, а должно быть всего поровну. Импортный нож невыясненного производителя. К сожалению, из головы вылетело, кто ж его все-таки делал. Но штука весьма красивая. Называется он Iron Man и посвящен одновременно и Marvel истории, и соревнованиям Iron Man, а ниже суперсоревнования по триатлону. Именно поэтому на стороне клипсы находится на желтом фоне изображение схематичное и велосипедиста, и пловца, и бегуна. А на самом клинке идет вот этот сердечный ритм, который и на рукоятке тоже встречается. И опять же изображение велосипедиста, бегуна и пловца. Эти три дисциплины находятся внутри соревнований триатлон, и это действительно железные люди. С другой стороны, на рукоятке у нас есть тот самый железный человек. Торс у него вписан в буковку М, она же Marvel. А на клинке почему-то не летящий куда-то железный человек, а снова этот сердечный ритм, и снова три спортивных изображения. Просто показал, что есть очень красивые штуки, посвященные даже спортивным дисциплинам. А нож что? Нож. Ну, флиппер. Ну, высокие спуски. Есть дол, окошко для открывания, отсутствует темлячное отверстие и одноточечная клипса. Вот такой ножичек в ярких желтых тонах про спорт. В добавках сегодня ятоганный нож от Ильи Куликова. Как пишет мастер, что нужно, чтобы получился хороший ятоганный нож. Взять булат, серебро, слона и сложить это в нормальных, правильных пропорциях. Мне кажется, у мастера получилось. С вами снова был Алексей Пономарев. Рассказывал вам всякие интересные ножевые пономаревости. Смотрите меня два раза в неделю во всех мониторах страны. А этот выпуск со мной записывал один из самых легендарных, странных и мощных ножей вообще, которые встречались. Это Cold Steel Pocket Bushman. Это полностью стальное изделие. Суперкрепкий нож с суперкрепким замком. И это нож, который вообще не умеет подвести своего хозяина. Это очень крутая, мощная штука. Как вы видите, открывается он спокойно одной рукой, а вот складывать его приходится уже двумя. И именно это плата за то, что это один из самых надежных складных ножей в мире. Ссылка на него, конечно же, под роликом. Продолжение следует...